В Санкт-Петербурге прошел долгожданный золотой граммофон. Именно этот город многие артисты считают самым гостеприимным. Мы очень любим Санкт-Петербург, потому что здесь вот это словосочетание «добрая грусть», оно звучит как-то по-особенному и по-родному, поэтому Санкт-Петербург поет как никто. На сцену Ледового дворца вышли лауреаты разных лет с лучшими песнями. Ведущими концерта стали Елена Север и Николай Басков, за здоровье которого все так переживали. Но вот он с новой прической и старым идеальным чувством юмора. Наслаждается теплыми встречами с друзьями из шоу-бизнеса. Вот обожаю таких талантливых, таких потрясающих, таких ярких и неповторимых перед нашей современностью. Все, давай, дайте внимание. А я уже все сказал. Они теперь меня спросят, что я буду делать ночью сам. Но и Басков не остался без ответных комплиментов от коллег. Он работяга сумасшедший, да, человек и доброты, человек безграничной доброты, щедрости. Вот таких мужчин нам бы побольше, девочки. Любовь Успенская, как всегда, блистает. И не только за своей красоты, но и благодаря дорогущим аксессуарам, которые, к сожалению, покупает себе сама. Я бы хотела, чтобы мне дарили, но приходится покупать, потому что бывают подарки в пределы, да, что мужчина может подарить. Мне еще такой мужчина не встретился, но я не жду. Самое главное, у меня есть мужчина, вот, джуник. Мне радует своей любовью моя дочь Сатьяна. Дочка Успенская все мечтает выдать замуж. Да и себя тоже. Еще бы, перед главным праздником любви, 14 февраля, это чувство определенно обостряется. И особенно в этот день становится грустно, потому что все ждут, что ты вроде как должна отправиться на какое-то свидание. А если ты не отправилась, или тебе никто ничего не написал, не прислал Валентинку, что с тобой, значит, что с тобой что-то не так, на самом деле это все абсолютный бред. И для Анны Асти день всех влюбленных очень долго был не самым приятным праздником. В этот день она предпочитала работать. Я не придавала значения этому празднику, специально зомбировала себя, чтобы не чувствовать себя какой-то одинокой или какой-то не такой, потому что в этот день у многих даже пар случаются какие-то недоразумения только потому, что они чего-то ожидают. Или что-то идет не по плану, или что-то идет не так, как у соседей, например, или у подруги, которая выставила в соцсети фоточку с цветами, у которой букет больше, чем у тебя. Сейчас у Анны Асти уже есть любимый муж, но свидание до сих пор только рабочее. Я думаю, что в этом году мы будем это исправлять, потому что в прошлом году у нас была цель, у нас были огромные планы, которых мы достигли. Я думаю, что это достаточно очевидно. В этом году я не собираюсь расслабляться, но пару вечерков для свидания, возможно, мы выделим. Вот что точно выделяет вечера для встреч, так это Мот и Мария Мельникова. Пара вместе уже целых 9 лет. Мы стараемся вдохновлять друг друга, поддерживать кто-то танцами, кто-то песнями, и любить, и дарить свою любовь 14 февраля и еще 364. Даже непоколебимый Григорий Лепс, который 14 февраля никогда не отмечает, в этом году растаял и сделал неожиданное признание. Женщина, я уже старый, но есть одна женщина, да. Вокруг личной жизни Лепса всегда сплетни, интриги и скандалы. Надеемся, что свидание пройдет без происшествий.